Всем привет! Как вы видите, на мне сейчас надета красная куртка Вот эта вот курточка по преимуществу всю зиму висит у меня в шкафу Надеваю ее лишь тогда, когда на улице температура становится минус 15 и ниже И вот сегодня, как вы видите, я надел эту курточку Потому что на улице сейчас, вот в данный момент, вечером уже минус 17 Ночью, значит, будет еще побольше Всем огромный привет по-прежнему из Санкт-Петербурга Что-то пошло не так у нас в этот год с зимой То есть 1 декабря она началась как по расписанию, с обильного снегопада И день за днем продолжала понижаться температура И снегопад все шел, все шел, не кончался, не кончался В общем, и сейчас вот буквально 6-7 дней прошло И температура спустилась до минус 17 уже Отличный шанс протестировать карбонный велосипед Протестировать так протестировать на самом деле Микроподвеску, задние перья тонкие, изящные Как он будет ехать, что с ним вообще случится Потому что буханка до сих пор на перекраске Когда-то мне ее, конечно, выдадут, я поеду на ней Но сейчас вот карбон, это самое время Пришло время карбона Покатаю, покажу вам еще немножко питерских красот Уже начали включать, как вы видели, подсветочку новогоднюю Мосты там подсветили Фонарики везде уже становятся по-правильному красиво Но, конечно, отмерзает все, я вам скажу И щеки в основном, да Ну, перчатки я уже утеплился И чуть дальше расскажу про экипировку Которую вот сегодня надел, да И буду использовать в такие вот совсем морозные дни Небольшие улочки здесь, в Коломне, по вечерам Они абсолютно безлюдные То есть пропадают куда-то вообще любые пешеходы Любая живность, собачки, кошечки И, в общем, все это такое тихое, пустынное Там редкая какая-нибудь машина проезжает раз в час Падал? Нет, нет Серьезно? Серьезно, да У тебя такие узкие покрышечки? Да, да Держишься? Это универсальный Удачной смены тебе Да, да, спасибо вам Про тротуары, кстати, пока не могу сказать ничего хорошего По преимуществу это уже вообще ничем не прикрытый лед То есть настоящий такой лед, с которого ветер уже сдул последний снег Не знаю, почему-то ничем тут не посыпанный Ну, реально просто каток По которому Ну, ехать Конечно же, я не буду ехать Надо либо идти, либо ехать по проезжей части Но там немножко лучше Слышите, как хрустит этот снеголед Так, вы слышите этот звук Ходить, короче, в этих контактных зимних ботинках по тихим улочкам санкт-петербургским Вообще невозможно Звук просто какой-то инфинальной частоты и громкости Мне кажется, его слышно, не знаю, там от начала до конца этой маленькой улочки Не знаю, откуда такой эффект Ну, замерзший снег, да, он всегда скрипит Но вот эти копыта там продавливают его Короче, я иду Слушайте, ну, камера, наверное, может не передаст, не знаю Но это очень много децибел такого противного, препротивного звука Все бы ничего, но еще ветер такой поднимается иногда Он, кстати, небольшой, но температура настолько низкая, да Ну, градусов уже многовато, что В общем, любой порыв ветра моментально просто за секунду обмораживает там щеки И все вот это вот, конечно, спасение Вот эта широченная общественная полоса на Вознесенском проспекте Транспорт здесь ходит раз в час, может быть, раз в два часа Когда-нибудь автомобилисты, конечно же, вспомнят об этой полосе Скажут, а, смотрите, она в них пустует Давайте ее забьем, значит, машинами Сделаем еще там очередные 10 полос Но пока Пока это действительно вот для велосипедистов просто спасение доехать Ну, из одного района, там в другой Практически в самый центр Вот по безлюдной, такой широкой Классной полосе Ах, правда, ветерок сегодня разыгрался встречный Щечки мои сейчас говорят Хозяин, разворачивай назад Мы мерзнем Окрестности Исаакиевского собора Это просто идеальное место Здесь такая вот есть площадь И она вся ледяная То есть идеальное место для какого-то дрифта Ледяных трюков, заносов Каких-то вот таких экстремальных навыков Не знаю, как так получилось Ее тоже вроде почистили, да Но асфальт весь вообще ледяной Ну и, конечно же, эти места, они раскрываются вот по ночам Ну, хоть летом, хоть зимой, без разницы Вечером включают все освещение Всю иллюминацию И становится, ну, просто Невероятно красиво, друзья Что, давайте расскажу немножко Про такую экстремальную зимнюю снарягу В общем-то, тут все просто Оделся я сегодня вот максимально Собрал все теплые вещи, которые у меня были И надел их на себя Все, понятно, что контактные ботинки у меня зимние Как я уже про них там рассказывал Да, они с таким толстым флисом И они комфортно мне в них сейчас Сколько уже сейчас, минус, наверное, 18 или уже 19 даже, да Ноги, естественно, не двигаются Ну, они просто там крутят педали и не двигаются Но нормально Я себя чувствую сейчас Ну, вполне себе вменяемо, да В других зимних ботинках Ну, точно так же теплых бы я себя чувствовал Но это вот открытие Этой зимы для меня Контактная велообувь Зимняя Что по остальному? Штаны самые теплые Двойные, да, там И термобелье внизу На теле все то же самое Термобелье, теплые вещи Куча куртка Такой шерстяной у меня мощный бафчик Сейчас вот самый теплый, который есть Кстати, у меня уже начала речь немножко тормозить Ну, потому что мороз и мимика там плохо начинает работать Щеки там, язык, в общем Я немножко как такой пьяненький разговариваю Но это из-за мороза Что, наверху шапочка самая теплая Будет ролик отдельный про зимнюю снарягу Как я одеваюсь, подробно все расскажу В общем, и перчатки Сейчас на мне теплые, лыжные перчатки Такие зимние, здоровые, неуклюжие Да, но в них вот спасение на самом деле Сейчас в такую погоду Естественно, никакие другие перчатки Только с подогревом Есть, кстати, перчаточки с подогревом Так Я тут не один еду В общем, как вы поняли Это самая теплая одежда, которая есть в арсенале Просто берешься, надеваешь и едешь кататься Так, давайте про карбон Ну, каких-то таких отличий Не знаю, от осеннего катания У меня велосипед недавно появился Да, лето я не застал Ну, что касаемо осени Не знаю, мне кажется Я уже говорил Он стал как-то чуть более жестковато ехать Может быть, это какой-то глюк Но разница с минус 5, там минус 6 И вот сейчас минус 20 почти Как-то незаметно То есть, микроподвеска Что с ней? Кстати, хочу сказать, что вот это вот Надал бы такие из мелкого снега Которые пешеходы притрамбовали Там машины Я понял, что это такое Это самые настоящие гравийные участки Маленькие вот эти колдобины На которых там трясет, подбрасывает В общем, это как раз стихия этого велосипеда То есть, получается такой гравийный зимний заезд на нем Чуть стало, наверное, пожестче Потому что даже какие-то камни неровности Этот грейд проходил вот осенью лучше Естественно, ничего с ним не изменилось Карбон у него все тот же Наверное, по зиме, да При венцовой температуре Карбон этот меняет немножко свойства Но я думаю, он должен их менять Ну, по крайней мере, ничего не лопнуло Не треснуло сейчас С ним все в порядке Буду завершать сегодняшнее катание Примерно два часа я на вот этом морозе находился У меня уже начинают Ну, не то, что там замерзать Ну, как-то, короче, я чувствую Вот пальцы, ну, ноги В этих зимних велоботинках Я не скажу, что они замерзли Или там мне некомфортно Но я чувствую, что начинает отбираться Вот это вот неприятное чувство Потому что я много останавливаюсь Я там снимаю, камеру поставил Камеру достал, еще что-то Наверное, если бы я вкручивал Этого было бы меньше Итог такой промежуточный Сегодняшнего дня Выезжать, конечно же, можно Даже в такую низкую температуру Главное пододеться Покрепче там пододеться Побольше теплых вещичек И все это вполне себе можно проезжать Друзья, еще раз Из снежного, минус 20, Санкт-Петербурга Всем огромный привет Выезжайте, не бойтесь Зима не такое страшное время Можно и нужно ее проводить в седле На канале 26-е колесо Всего хорошего Пока Пока